друзья всем привет с вами алка сенсей и сегодня у нас с вами водочный выпуск господа знакомьтесь водка кремлин эверт классик друзья на закусочку у нас вот такая вот шавуха из курицы между прочим а мы с вами разберем лично для меня новый вид водки хотя с водкой кремлин я уже сталкивался в мае 2021 года мы в режиме стрима дегустировали водку кремлин эверт органик кто еще не видел и интересуется посмотрите по ссылочке там не очень хорошее качество еще видео потому что камера была другая но для ознакомления пойдет стрим 4 часа но водку дегустиру в течение первых там 20 минут про нее рассказываю тогда мне кремлин органик показалось она показала она я не скажу что это плохая водка нет тогда она мне показалось слишком незаслуженно дорогой а в общем то была неплохая почему дорогой потому что брал ее я не помню правда уже столько времени прошло но по моему 800 чем-то рублей была цена если я не ошибаюсь данный экземпляр объемом 05 я приобрел в магазине магнит семейный за семьсот девятнадцать рублей да ребята семьсот девятнадцать рублей это у нас уже признаки не то что признаки а ярчайший ярчайший этот симптом премиум класса давайте поближе покажу вот так вот она выглядит сзади вот такая контр этике . фасадная сделано неплохо сделано богато с любовью вот здесь вот наклеечка кремля да по моему до крем с часами причем такое знаете как как какая-то медалька мощно сделано до сделано она дорого вот это вот фасадная фасадная этикеточка имеет такую ребристость выпуклость выпуклости и в названии ну не могу не могу придраться к внешнему виду единственное да и бутылка кстати тоже из дорогого стекла толстое дно это все явные признаки дорогой водки премиум класс ну что давайте нальем и попробуем что это такое с чем его едят производит данную водочку мои земляки почти земляки город тимошевск краснодарский край ооо фортуна с продукцией фортуны я уже неоднократно знаком еще раз могу сказать что ничего такого прям особо плохого я еще не попробовал но и не смогу сказать что прям я в восторге супер пупер премиум класс я тоже у них еще не попробовал ибо органик кремлин еще раз повторюсь показалось мне вполне себе неплохой водкой но вряд ли тянущий на 800 рублей смотрим внимательно пробочка пластиковая конечного типа здесь красивая такая вот печать на пробке так открылась вполне нормально пробочка заходит нормально туго давайте же прочитаем состав кстати искал в интернете информацию и честно говоря заколебался столько разных вещей противоречивых какой-то умник написал что в составе овсяные хлопья что сделали все сайты алкогольные на которых я беру информацию они все в один голос взяли написали что в составе овсяные хлопья а их там нет друзья их там нет смотрите состав вода питьевая исправленная спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья люкс ароматизатор пищевой натуральный с экстрактом вереса все здесь ароматизатор пищевой натуральный экстракт вереса в дорогой водки я не знаю насколько это корректно и насколько это стыкуется насколько я понимаю в дорогие премиальные водки должно должен входить или натуральный настой экстракт не знаю может быть спирт из этого вереса но здесь пищевая добавка на минуточку тем не менее на сайтах водка имеет довольно высокий рейтинг вот на одном из популярных алкогольных сайтов 9 проголосовали людей рейтинг 83 так но обычная обычная такая спиртуозность обычная обычная водка вот я сейчас дегустирую аромат ничего особого ничего особого я для себя не почувствовал но отсюда мы вообще ничего не почувствуем ну да лучше из коньячного бокала водку дегустировать аромат потому что там все нюансы можно легко почувствовать здесь обычный спиртуозный аромат что пишут в описании которому я уже не верю которому я уже не верю значит водка как вода пишут пока эти самые отзывы водка как вода понятно аромат мягкий легкий аромат лишь он характерно для водки спиртовой спиртовой резкости он доносит ноты свежей выпечки зеленого яблока сахарной пудры перца и мокрого и мокрого камня вы меня спрашиваете зачем я читаю вот глеб мы сами можем прочитать нет ребята я всегда читал и буду читать потому что я читаю что говорит продавец или производитель а потом говорю что думаю об этом сам совпадает ли это или это все с неба снято образно говоря притянуто за одно место так вот нихера здесь не такой аромат как написано в описании обычный спиртовые я не скажу что сильно спиртуозный нет не сильно спиртовый но обычный водочный аромат я никаких оттенков вообще даже не чувствую не знаю обычный водочный аромат который встречается у водки они знают экспедицию пили вот такой же аромат за 299 рублей ладно ребятки давайте накатим за ваши внимательные просмотры и конструктивные комментарии так ну пьется она лучше чем пахнет да пьется нам мягонько что пишет нам вкус балансированный элегантный восхитительно мягкий вкус водки имеет оригинальную композицию из оттенков трав ржаного хлеба зерновых и цитрусовых ноток послевкусие остаются острые нотки белого перца соли и можжевельника насчет легких ноток можжевельника возможно я и соглашусь но пьется она реально мягко базару нет тут ничего не могу сказать вот аромат и вкус очень как бы друг другу не соответствуют я ожидал гораздо более более резкого и знаете ребята вот смотрите я выпил мне даже есть не хочется за закусывать хотя шавуха очень аппетитная я сниму ролик тогда покушаю но реально очень мягко пьется неожиданно неожиданно 40 40 градусов вот объем 05 так интересные факты давайте посмотрим водку кремлин эворт классик производят из спирта люкс полученного в результате перегонки перебродившего сусла из лучших сортов пшеницы еще одним немаловажным компонентом является артезианская вода которая прошла 7 степеней очистки в том числе через нанофильтр и знаете когда водку хорошо очищают я уже просто ну как очень же много роликов снял очень много информации переработал лично попробовал реально если воду плохо подготовят она будет давать резкий привкус водки один из признаков плохой водки но но если водка рисковата рисковата это не значит что сделали плохо воду опять же обратная зависимость примеру есть водки довольно дорогие которые рисковато пьются вот но у них просто нет в составе никаких умягчителей кстати по поводу умягчителя я не знаю является ли пищевая добавка вереса ароматизатор этот умягчителем скорее всего не является но здесь тогда по факту тоже вода и спирт все больше ничего давайте поставим по лайку и выпьем еще одну и решим для себя раз и навсегда стоит эта водка 719 рублей или же нет за вас друзья обманул закушу так шелуха огонь так давайте посмотрим что еще интересного да вот дальше пошли непонятные моменты что нам пишет продавец небольшая добавка овсяного настоя придает водки аппетитный хлебный аромат про овсяную настойку вот здесь а именно на этикетке информация считается приоритетной которая наклеена на бутылке именно там все по-настоящему весь состав ни слова про овсяные эти настой овсяных хлопьев далее после бутилирования крепкий напиток на несколько месяцев оставляют для дозревания создавая во вкусе интересную глубину то есть они заливают в бутылки и оставляют эти бутылки несколько месяцев стоять интересный интересный ход кстати дата розлива тоже у меня любимая вещь поиски даты розлива я вам скажу ребята что это просто квест какой-то грёбаный я не знаю как так умудряются часть производителей дату розлива прятать от глаз людских но наводки кремлин я дата розлива не вижу это бесит это ужасно бесит 719 рублей ребята за что я отдал дата розлива на контр этикетки не дата розлива на этой на большой этикет очки не знаю здесь есть этот самый qr-код qr-код но он ведет скорее всего на сайт водки кремлин который честно говоря сделан не очень удачно мне не понравилось как он сделан очень неудобный и мало информативный написано вот это вот лабуда про историю что водка создавалась для ялтинской встречи в 1945 году если помните в ялте когда встречались 3 этих представителя рузвельт сталин и и кто третий там был забыл напомните напомните в комментариях 3 участника ялтинской конференции я знал но забыл просто сорян не знаю не знаю даты розлива не вижу и зачем ее прятать но она же где то есть почему не напечатать ярко мощно вот что было видно когда елки-палки друзья я этого не понимаю давайте еще по одной в общем мое скорее разочарование чем очарование водка кремлин не знаю что вы скажете до содержимое должно быть неплохим возможно хорошим давайте так возможно хорошее содержимое вопрос остается открытым стоит ли это содержимое 719 рублей спирт вода и пищевая добавка ароматизатор не знаю до оформление типа неплохое но пресловутая гребаная дата розлива меня просто бесит я ее не вижу здесь она должна быть ярко поставлена чего когда разлили почему я должен с этой слупой бегать смотреть но здесь нифига нету на этих на контр-этикетка ничего не написано жесть колхоз блин станица тимашовка ладно давайте ребята чин-чин надеюсь на утро мне будет хорошо но я постараюсь снять резюме ролик по поводу утреннего состояния после этой водки так что еще интересного так 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 характеристики температура подачи 68 градусов добавки все равно упорно написано настой овсяных хлопьев сырье пшеница вид спиртолюкс ну вот про овсяные хлопья вообще ничего не написано на самой на самой бутылочке так что я не знаю друзья что там за овсяные хлопья входят состав остаюсь в неком недоумении есть вопросы пьется хорошо пьется хорошо базару нет но как я уже и говорил водка премиум класса должна не только быть офигенным но классной по своей сути до напиток сама вот жидкость вот эта прозрачная не только потому что мы платим 719 рублей это очень немаленькие деньги водка делается здесь в россии логистика что здесь там от тимашовки до краснодара доехать там 120 сколько там километров или 100 не помню сейчас на сайте на сайтах других компаний она вообще по 844 продается вот не знаю не знаю вроде казалось на первый взгляд прикольная упаковка все нормально но вот начинают вылазить какие-то непонятки и это как бы немножечко раздражает хотя платишь большие деньги все должно быть понятно все должно быть на виду все должно быть сделано так чтобы я лупой не пользовался когда писал понимаете вот смотрите вот здесь вот на серой бумаге но качественная этикетка глянцевая серым и черными буквами написан состав реально очень тяжело читать невооруженным глазом водка 719 рублей еще раз подчеркну мне приходится пользоваться инструментом да это смешно но так быть не должно должно быть очень крупно написано что прочитала любой человек образно говоря значит водка кремлин классик создана высококвалифицированными специалистами винокурами которые восстановили классическую рецептуру русской водки на основе можжевельника вы в составе можжевельник читали я нет здесь нет можжевельника господа кто писал кто составлял текст так изготовленная согласно вековым традициям водка кремлин эвард классик это современные современное объединение векового опыта технических достижений ну и так далее векового опыта а написали что к 1945 году создавали 100 лет еще не прошло только 80 ладно давайте чуть дольем выпьем как и после ее родной сестры органик вот после классика у меня тоже двоякое впечатление люди постарались возможно сделали хорошее содержимое до постарались сделали некий дизайн но дизайн по факту начинает хромать кажется норм а потом когда начинаешь в подробностях рассматривать уже уже не норм уже совсем не норм зачем так делать мне непонятно и даже смотрите вот здесь сзади сейчас я покажу я не знаю здесь видно будет или нет видите кремль даже сзади на этикет очки вот через бутылку когда смотришь обратная сторона этикетки даже здесь кремль виден нюанс приятно интересно молодцы но блин почему так топорно сделано я не знаю можно было все это красить как-то грамот не не знаю ладно ребят давайте за не знаю за совершенство что ли выпьем давайте на совершенство выпьем очень хотелось бы увидеть более такой крутой дизайн да этот неплохой но на поверку оказывается что куча куча минусов водка пьется еще раз повторюсь отлично мне очень нравится на вкус я чувствую некую солодовость в привкусе сейчас я четвертую пью даримочку вот реально ощущается солодовость которая не чувствовалась когда пил первые две в третье уже чувствовалось кстати и на сайте написано что в описании что делается фактически солода очень довольно таки неплохо до вкус неплохой аромат еще раз подчеркнул из этой из этого бокала аромат был обычный классический без всяких нюансов я нюансов не уловил если честно вот спиртуозный аромат и ну может быть что-то вот некие оттенки можжевельника вот они написали можжевельник понимаете это начинается фрейд вот они написали можжевельника я начинаю в послевкусии искать можжевельник и нахожу его это не совсем правильно согласитесь ребят давайте еще одно выпьем я расчувствовался хотел снять не небольшой ролик короткий а тут расти растянула уже на 20 минут даже больше друзья для меня это противоречивая водка противоречивый напиток попробуйте возьмите попробуйте составьте собственное мнение мне кажется здесь маркетинга больше в описаниях во всем чем по факту вложено в производство потому что есть маркетинг и производство идут рука об руку очень много денег на производство затрачено мы читаем описание как это все делается и мы видим по факту что до водка очень круто делается люди заморачиваются не на та же самое тот же самый саранский лвз со своей со чистыми розами и спельтой они реально заморачиваются пипец как заморачиваются поэтому и водка столько стоит кстати не потому что она какая-то особенная нет потому что они очень много сил и средств вкладывают в производство именно такой водки здесь люди не особо не заморачиваются они даже пищевую добавку кинули вместо натурального экстракта или настоя но поставили большую цену давайте друзья не знаю у меня многоточие я не хочу говорить неплохо не хорошо потому что водка пьется не очень очень хорошо водка пьется хорошо водка приятная но мы же покупаем не только содержимое мы же покупаем еще и форму когда мы платим такие большие деньги давайте выпьем за это за гармонию все ребята я с вами прощаюсь надеюсь до новых роликов ваш алка сенсей спасибо за просмотр спасибо за просмотр